Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся к третьей главе книги пророка Аввакума. В предыдущих главах Аввакум спрашивал Бога, почему ты смотришь на злодейство и бездействуешь. Бог говорил о том, что перевоспитывать злодея никакого смысла нет, он не перевоспитается, но праведный будет жить доверием Богу. И вот это обещание жизни, обещание того, что Бог все равно уничтожит всех этих нечестивых халдеев за пролитие крови человеческой и опустошение страны, все это становится причиной, почему пророк славит Бога. Он радуется, он возвеличивает Бога, потому что Бог ему ответил и открыл путь спасения. Путь спасения, который заключается в том, чтобы доверять Богу и его судам, которые совершатся в свое время и которым не виноват. Вот этот гимн, собственно, в форме псалма, оформленный как молитва для пения, вот он составляет третью главу. Пророк говорит, я услышал то, что ты сказал мне, и мне стало страшно, говорит пророк, я увидел, как в тишине праведный доверяя тебе спасается, а все нечестивое постепенно перемалывается твоей силой, перемалывается твоей славой, которая наполняет землю. И пророк говорит, да, Господи, вот так и сделай, соверши дело твое среди лет, во гневе вспомни о милости. Пророк говорит о том, что вот Бог поднимается с юга, идет от Фимана, святые от горы Фаран. Таким образом, со стороны Синайской пустынь, со стороны Синая, со стороны того места, где был заключен завет Израиля с Богом, вот Бог поднимается и идет наполнить землю своей славой. Вот это прозревает пророк Аввакум сердцем, и это его поражает, это его восхищает, при том, что внешне, наверное, еще халдеи торжествуют, они еще будут торжествовать долго, сотню лет. Но он увидел, пророк увидел, как Бог откликается, как Бог идет уничтожить злодейство. И вот блеск его, блеск его славы, как солнечный свет, здесь тайник его силы. Вот слава Бога для Аввакума, как и для многих-многих других людей в библейской культуре, слава Бога – это такое сияющее присутствие самого Бога. В чем сила? В том, что Бог присутствует. И вот это меняет жизнь, меняет мир. Вот он встал и поколебал землю. И пророк говорит о том, что там вспыхнули палатки Мадиама, падают шатры Эфиопии, вековые горы распадаются. Ну, как положено, так сказать, по правилам восточной поэзии, он изображает приближение Бога, как такую глобальную природную катастрофу, когда все тает в приближении славы Божьей. Потому что вот Бог вошел на коней, на колесницы по клятвенному обетованию, данному коленом. Это обетование о том, что нечестивые и злодеи будут уничтожены за пролитие крови человеческой, за опустошение страны. Вот, собственно, что обещал Бог коленам Израилевым. И вот это происходит. Аввакум не видит это в газетных новостях. Но он поверил Богу, и в его сердце родилась уверенность о том, что так Бог и сделает, о том, что Бог победит. Солнце и Луна остановились на своем месте, когда Бог во гневе шествует по земле. Вот действительно он изображает такую картину, когда все остановилось, ничто не движется, только Бог идет установить правду. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ну, как правило, все-таки полагают ученые, что здесь речь идет о израильском народе, а не о мессии помазаннике. Но важно для Аввакума, что Бог выступает для спасения народа своего. Бог не бесконечно молчит, глядя на злодеяния. В какой-то момент он перестает молчать, начинает действовать. И вот видение этого наполняет Аввакума надеждой. И он говорит, я услышал об этом, и вострепетала внутренность моя, потому что вот он услышал именно о том, как Бог идет покарать нечестивое, уничтожить злодейство, остановить пролитие крови человеческой. Пророк говорит, мне стало страшно, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И совершенно потрясающие слова последних стихов. Аввакум говорит о том, что, что бы ни происходило, при том, что, вероятно, будущность ужасна, все равно я буду полагаться на Бога. Я его спрашивал, он дал мне ответ, я прославил его величие, и буду ему доверять, и буду ему полагаться. Даже если не расцветет смоковница, и не будет плода на виноградных лозах, даже если нива не даст пищи, и не будет скота в стойлах, если все исчезнет, все будет разрушаться, все равно я, и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Потому что все это для Аввакума знак неравнодушия Бога к человеческой жизни, к человеческой истории. Господь – сила моя, говорит в заключении пророк. Поэтому я буду радоваться и веселиться о том, что Бог приходит победить злою смертью.